Всем привет, драйк, друзья! С вами ЛДЖИ. Сегодня у меня, как обычно, после того, как я сказал о том, что у меня закончились идеи, как обычно, у меня снова появились идеи. Итак, на дворе 2150-60 год, и уже Солнечная система движется, вращается, всё то же самое, всё по привычным путям. Каждый из астероидов летает так, как он привык летать. Сегодня у меня к вам интересный, очень интересный, я надеюсь, для вас также, эксперимент. Каких размеров необходимо сделать чёрную дыру, чтобы она поглотила всю Солнечную систему? Понятное дело, что каких-то неэпических. В любом случае, чёрная дыра, которая находится в центре нашей галактики, Сагитариус А, точно поглотит. Это даже несомненно, всё сожрёт. Но вот каких конкретно размеров, именно это я и предлагаю вам сегодня выяснить. Итак, дорогие друзья, мы приступаем с вами к созданию чёрной дыры и будем с вами уничтожать Солнечную систему. Поехали! Итак, вот у нас, значит, имеется энное количество астероидов, планет. Вот такая вот СС у нас. Мы с вами сегодня будем её утягивать в чёрную дыру. Давайте начнём с маленькой Black Hole размером, скажем, что случилось с Седной. С Седной, что-то случилось, ребят. Давайте мы сегодня сейчас создадим с вами чёрную дыру, скажем, в 10 тысяч солнца. Ну, как она будет вообще? Она по-любому будет влиять на Солнечную систему. Это даже не обсуждается её. Я надеюсь, что это даже не обсуждается, потому что это глупость попросту. Вот. Итак, мы ставим эту чёрную дыру где-то вот тут. Ну, где-то тут, да. И сразу начинается хаос и феерия. Вакханалия дикая происходит. Вокруг данной чёрной дыры. Где чёрная дыра? Я не вижу чёрную дыру. Где чёрная дыра? Куда она делась? Лол! Где чёрная дыра? Мы видим, как она уже влияет на Солнечную систему. Что она произвела уже? С какой скоростью запулила вот этот вот кусочек, например? Смотрите. Она его запулила с скоростью тысячи километров в час. Ну, блин, неплохо. Неплохо. Так, ну что, давайте мы найдём эту чёрную дыру. Я чё-то не вижу. Где она? Вот, она где-то должна быть здесь, по идее. Ну, куда там всё стремится? Подождите, стоп. Нет. Её нету. Лол! Где чёрная дыра? Разворотила, понимаешь, всю систему. И улетела куда-то. Итак, давайте посмотрим сейчас, что из себя представляет на данный момент Солнечная система. От Солнечной системы, хочу заметить, остался вот такой вот обгрызанный кусочек. Ничего. Такой вот Марсик, вот такой вот Меркурий, вот такой вот Венера, вот такой вот Земля. Земля осталась, в принципе, на том же, имеет температуру чуть потеплее, чем раньше. Ну, как вы видите, Солнечную систему как будто кошка со стола растащила, да? Ах, вот она, вот она. С такой скоростью она улетела и даже кого-то запустила, вон, со скоростью в одну световую. Один из астероидов в одну световую запустила. Так, ну что ж, открываем снова Солар Систем. И пробуем сейчас создать чёрную дыру, которая не будет лететь в скорости 10 тысяч. Будем создавать чёрную дыру, которая... Давайте нажимаем паузу. Поставим эту чёрную дыру где-то вот здесь вот снова в поясе Койпера. Выберем её. И нажмём пуск. По какой-то непонятной абсолютно причине, ш не мне, никому, либо ещё, она стартует с места как Формула-1 и улетает. Почему? Почему это непонятно абсолютно никому? В науке неизвестно, что это за хуйня, как говорится. Поэтому, поэтому... 10К масс Солнца. Ну, давайте попробуем 100 масс Солнца, скажем, взять. И засунуть её вот сюда, вот. 100 масс Солнца. Итак, чёрная дыра. Она уже один из спутников запустила с неплохой такой скоростью. С скоростью 9000... ...метров... ...километров в секунду. Для справки это... ...300... ...3% от световой скорости. Да? Да, 3%. Так, вот, ещё что-то запустило. Итак, давайте посмотрим на эту чёрную дыру. Подождите, нет, это астероид. А где чёрная дыра? Промахнулся мимо дыры. Давайте на неё будем смотреть. Просто я хочу... ...глядеть... ...с неё. Вот она, вот такая вот чёрная дыра. Маленькая, блин. Она радиусом 295 километров. Вы только вдумайтесь. 295 километров. Это меньше, чем от... ...от Москвы до... ...эээ... ...санкт-петербурга расстояние. Она имеет массу в 100 солнц. И что она творит? Она просто насилует Солнечную систему. Как вы видите, она не столько... ...эээ... ...так скажем... ...не столько поглощает Солнечную систему, да? Сколько она её... ...как бы... ...деформирует. Изменяет. Вот как я не ускоряю... ...ничего не происходит. Почему-то. Как я не ускоряю время, ничего не происходит. Нет, ну конечно... ...о чём я и говорил в начале ролика... ...понятно, что если сделать чёрную дыру... ...вот таких вот размеров... ...да? ...то она попросту всё это съест. Хотя нет. Смотрите, она это как-то пропускает через себя, что ли? Да... ...о-о-о... ...ммм... ...ммм... ...вот это, конечно, мощная чёрная дыра. Это вообще очень мощная чёрная дыра. Она не должна из себя выпустить ничего. Но тем не менее, что-то её минует... ...и осколки, как вы видите, да... ...с невероятной скоростью... ...просто запускаются во все стороны. И уже солнце подлетает к ней... ...и что-то сейчас будет с солнцем, с землёй... ...и о-о-о-о-о... ...и о-о-о... ...смотрите, это всё, что осталось от солнца, ребята... ...вот что осталось от солнца. Давайте посмотрим сейчас на Сатурн... Сатурн, как он выглядит у нас. От Сатурна остались какие-то фрагменты. Вообще его масса уже ни о чём. Ё-п-р-с-т. Вот это Сатурн. Вот это Сатурн. Смотрите, какие-то полосы просто. Если нажать Ctrl-T, конечно, можно. Так будет более удобно смотреть. Ну, Сатурн, в общем, тоже распидорасилок херам. Вот, давайте посмотрим на Марс. Наверняка превратился в камень какой-нибудь. Нет, с Марсом всё в порядке. Солнце превратилось в ничего. Собственно, Земли я не вижу вообще. Землю тоже распидорасил? Не-не-не, непонятно. В общем, вот такая вот штука. Так, а если мы ещё с вами попробуем поставить данные чёрные дыра где-нибудь, ну, тут вот. Ну, тут вот, рядом. Вот в одну массу Солнца. Примерно в одну массу Солнца чёрную дыру вот тут вот, как вторую звезду. И будем смотреть, что будет происходить. Кусочек опять она засосала. Нет, не засосала. Нет, она заставила его лететь дальше. Так, она изменяет траектории планет. В любом случае, как это видно. Она куда-то летит, во-первых. Во-вторых, она меняет траектории. Ну, неплохо, неплохо. К ней летит солнце. Солнце на нее влияет, как вы можете заметить. Влияет, влияет. Неплохо влияет, но влияет все-таки. Немного. Так, ну а что же у нас здесь происходит? Влияет. Да, как вы видите, что-то сейчас произойдет с Юпитером. Что-то с ним должно произойти. Нет, ничего с ним не произошло. Но он летит прямо к солнцу. Он сейчас направляется прямо к солнцу. Земля тоже себя не очень комфортно чувствует. На данный момент. Мне кажется. Вот сейчас будет столкновение Юпитера с солнцем, да? Да. По неведомым причинам Юпитер попал точно в солнце. Вот. И произошло столкновение, которое заставило это все дело упасть и умереть. Так, почему-то вот если черную дыру убрать, то симуляция ускоряется просто значительно быстрее. Вот. Ну давайте посмотрим еще раз. Тем не менее, солнце. Вот, пожалуйста. Солнце осталось самой близкой к себе планетой. Это Меркурий. Единственная планета, можно сказать, которая почти во всех моих экспериментах, это единственная планета, которая остается. Вот так же осталась Европа. Воу-воу. Воу. Да ладно. Серьезно? Воу-воу. Тыц-тыц. Тири-ты-тыц-тыц-тыц-тыц. Тыц-тыц. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Тыц-тыц. Хорошая-хорошая. Так, осталось несколько камешков Которые летают, во-первых, вокруг Солнца Остался Меркурий И, собственно, всё Солнце имеет массу Такую же Имеет гораздо большую скорость Земля у нас Отправилась в свободное плавание Вот Несмотря на температуру Минус 248 градусов по Цельсию На Земле Вполне, как вы видите Успешно живёт Раса людей И они даже ночью, на ночь выключают Свет, как вы видите И, в принципе, никаких проблем Они особо не испытывают с тем, что Как бы 248 за окном И замерзает вообще всё почти, что возможно Замерзнуть Ну, вот такие вот Дела Ну что ж, дорогие друзья Я надеюсь, вам понравился данный ролик Ставьте лайки, подписывайтесь на канал С вами был ЛДЖИ Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...